привет мои дорогие друзья и гости моего канала хочу вам показать и рассказать методологию вычисления как я вычисляю определяю самую перспективную монету значит в этом году в украине вышла очень интересная монета в которую я рекомендую вкладываться по мере возможности значит при цене до 1300 гривен сейчас объясню и вы в принципе поймете уже о какой монете я говорю но те кто например не все монеты украины знают или у кого нету каталога я хочу вам именно показать причину почему эта монета будет дорожать значит поехали монета из серии флоры фауны выпускается монет из 1999 года ну так если никто не хочет смотреть методологию сразу объясню орел белохвост вот эту монету в серебре покупайте до 1300 гривен в любом количестве а теперь объясню причину почему покупать значит смотрите первая монета орел степовой вышла она 1999 году значит тираж 50000 штук цена от 400 до 1000 гривен почему такая цена ну во первых это первая монета в серии поэтому она так не дешево как бы стоит теперь в серебре смотрите точно такая же монета тираж 5000 штук цена до 2000 гривен примерно доходит дальше следующая монета вышла это короче цветочек какой-то тираж 50000 штук цена до 600 гривен вот этот же цветочек в серебре тираж 5000 штук до 1700 гривен едем дальше крыса короче полевая какая-то тираж 50000 штук цена до 600 гривен дальше едем в серебре это же крыса тираж 5000 штук цена 2000 гривен дальше едем краб вот этот тираж 50000 штук цена 507 до 570 гривен краб серебре такой же самый тираж 5000 штук две с половиной до двух с половиной тысяч гривен цена доходит теперь дальше едем рысь тираж 30000 штук до 900 гривен рысь серебря точно такая же монета тираж 3000 штук цена до 400 до 4700 гривен дальше едем после рыси у нас вышло вот еще цветочек тираж 30000 штук цена до 500 гривен ищем цветочек серебре вот он тираж 3000 штук цена 3000 гривен это 2001 год уже дальше после этого цветочка вышла монетка сова тираж 30000 штук 30000 штук цена до 900 гривен сова в серебре точно такая же тираж 3000 штук это 2002 год цена восемь с половиной тысяч гривен зубр тираж 50000 штук 300 гривен в нильзибире в серебре тираж 2000 штук цена 9100 гривен дальше едем конек морской тираж 50000 штук цена 300 гривен серебре конек тираж 2000 штук цена 9 с половиной тысяч гривен дельфин азовский тираж 30000 штук цена до 450 гривен дельфинчик в серебре тираж 8000 штук цена 1800 гривен дальше у нас после дельфинчика вышел по моему крот вот этот до крот тираж 60000 штук на хера так много не понятно цена до 160 гривен дальше едем крот в серебре тираж 8000 штук ну просто помешались прям цена полторы тысячи до полутора тысяч гривен после крота у нас вышел кузнечик тираж 60000 штук ну жесть какая-то цена 110 гривен кузнечик в серебре тираж 8000 штук 1250 гривен дальше едем после кузнечика вышел у нас гриф гриф грифон короче тираж 45000 штук 45000 штук цена до 110 гривен после гриф в серебре грифон тираж 7000 штук цена 1300 гривен вот этот грифон точно такой же грифон теперь у нас следующее идет трава короче какая-то тираж 35000 штук до 110 гривен трава в серебре вот она тираж 8000 штук 8000 штук 1200 гривен до сих пор в банках лежат 2010 год после травы вышла стерлядь тираж 35000 штук цена до 120 гривен стерлядь в серебре у нас вот она стерлядь в серебре тираж 7000 штук тоже наверно до сих пор в банках лежит 1400 гривен дальше дрохва вышла цветная впервые вышла монетка цветная тираж 30000 штук до 350 гривен заходит цена дрохва в серебре тираж 5000 штук 1400 гривен это нудно не спорю но я хочу вам это показать чтобы вы поняли дальше цветочек 2014 год тираж 35000 штук цена до 200 гривен уже и за счет сувенирки дальше цветочек в серебре вот он тираж 3000 штук цена 1250 гривен кстати можно пески сюда отнести тут все-таки ящерица но вот 3000 штук 2015 год 1300 гривен и такие же пески есть в нель зильбере сейчас попробую их найти вот они тираж 35000 штук 95 гривен цена в каталоге дальше еще один цветочек 2016 год тираж 30000 штук цена до 160 гривен и цветочек в серебре вот он 2016 год тираж 3000 штук до полутора тысяч гривен цена доходит теперь следующее у нас перегузня вышла тираж 40000 штук цена до 130 гривен и перегузня в серебре цветная впервые вышла тираж 3000 штук цена 1300 гривен тоже в банках скорее всего до сих пор еще лежит после перегузни у нас вышла марина днепровская тираж 40 тысяч штук до 140 гривен доходит цена и в серебре у нас вышла перегузня тираж ой не перегузня туда вот марина днепровская тираж две с половиной тысячи штук 2018 год цена 1400 гривен вот такой вот анализ каталога дает мне понимание что цена вот этой монеты будет просто космическими темпами расти вверх объясняю почему все монеты которые я вам сейчас показал они практически только дрохва и несколько цветочков отличаются друг от друга там допустим двушки они идут цветные а серебро не цветное так называемая черно-белая но тут вообще другая кардинальная история это разные монеты они между собой отличаются вообще кардинально отличаются это реально разные монеты то есть тут уже не просто что это цветная это черно-белая тут реально разные рисунки и вот это и даст старт вот этой монете дело в том что вот представьте там 20 чем-то монет я пролистал они все похожи серебро с нильзибером один на один ну разве что ладно там цветная есть не цветная но в целом они идентичные и любой человек коллекционер может спокойно просто двушками закрыть себе всю коллекцию и не трогать даже серебро вообще то есть уже неинтересно ему будет это серебро дальше что касается марин и тут прикол в том что здесь тираж маленький впервые за очень много лет там чуть ли не за 10 лет потому что до этого были тиражи не меньше 3000 штук здесь все-таки на 500 монет меньше а это 500 монет это не так уж и мало как показалось бы на первый взгляд но здесь вообще другая история здесь реально другая монета и эта монета на мой взгляд одна из очень перспективных монет этого года она темная лошадка что-то типа колесо жизни колесо жизни сейчас стоит выше 2000 гривен прошел всего лишь там полтора грубо говоря года она там зимой вышла в семнадцатом году я еще даже в январе в нбу восемнадцатом году еще покупал ее вот эту монету то есть там второй бы выброс был не в декабре если не ошибаюсь а вот теперь представьте вот орел тираж две с половиной тысячи штук реально другая монета все люди которые собрали вот эти двушки теперь они наметятся на вот это серебро его можно вытащить из футляра просто в каком-то альбоме положить рядом и вот у вас комплект две монеты разные отличающиеся между собой и они идут парой то есть это уже одна и та же серия но другая монета впервые за всю историю и все кто собирают серию флоры фауны украины они захотят приобрести себе этого орла только из-за того что он другой это реально уже другое изделие это другой рисунок я думаю перспективу этой монеты непрерывный постоянный рост на протяжении многих лет это длинные инвестиции это не сиюминутная монета что вы купили и завтра уже подняли кучу денег хотя при желании можно скупить все что продается до грубо говоря тысячи трехсот гривен и выставить ее тут же на продажу за полторы уже 200 гривен на монете можно поднять но это херня наша цель вы видели тираж монеты две тысячи штук цена в районе 9000 гривен здесь тираж монеты две с половиной тысячи штук где-то лет десять ну цена вы поняли насколько должна вырасти плюс еще не забываем что это серебро это наиболее интереснее как бы само по себе вложение потому что если серебро унция дойдет до 60 долларов за унцию то ее даже в ломбард можно сдать и уже будет ну можно будет гораздо больше заработать чем она даже стоит сейчас сейчас 1300 гривен условно это где-то 40 долларов когда будет там или 45 не помню 60 это уже 15 долларов сверху вот вам уже доход но тут не в этом дело дело в том что эта монета именно коллекционная и за счет того что она реально другая у нее очень хорошее будущее в этой монеты так что обращайте внимание кому интересно приобретайте такие монеты подписывайтесь на канал пишите в комментариях свое мнение согласны вы с ним или нет но с моим мнением мне очень интересно что вы думаете по этому поводу но учитывая то что я вам показал в каталоге это очень перспективная монета реально очень перспективная просто ну тупо она другая это самый простой вообще ответ я вам показал весь каталог вы увидели всю серию всю коллекцию этих монет вы видели что они все одинаковые между собой впервые монеты отличаются между собой соответственно их нужно пару иметь до общей коллекции иначе у вас будет выпадать монета соответственно это будет понимать каждый коллекционер не барыга не спекулянта именно коллекционер и коллекционеры начнут искать эту монету чтобы добавить себе в коллекцию, потому что если все двушки, допустим, это дешевая коллекция, одну монету купить дорогую, не так уж и сложно за всю коллекцию и вот поэтому у этой монеты очень хорошее будущее, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии всем удачи, пока